здравствуйте друзья мы последние пару дней со светланой и с жануром который не помогает наладить там конфигурацию мы пытаемся приспособиться к тому чтобы делать трансляции в ютюбе прямые и делать соответственно трансляции в перископе почему мы хотим это делать потому что например когда гости приходят в студию мы снимаем их на камеру все это очень здорово но если мы можем делать качественно качественную трансляцию то мы например можем не просто на камеру снимать или например вместо того чтобы на камеру снимать мы можем с гостем сесть поговорить вот в youtube и конечно в основном наверное это все люди посмотрят со временем да попозже но будут те кто придет на трансляцию задаст вопросы живьем это конечно создает совершенно другое качество того что у нас происходит у нас у нас же много народу вот так вот садимся в экранчик там разговариваем вот а тут значит мы все-таки могли бы это делать на качестве на другом уровне поэтому на интерактивненько вот поэтому хочется это сделать и и в перископе и на ютюбе на ютюбе может быть там немножко сложнее с сеттингами нам в перископе качество страдает я бы сказал очень очень невысокого качества получается продукция так вроде бы говорят hd а там в лучшем случае там 480 а так то и все 360 ночью и тоже есть какие-то свои плюсы свои минусы есть безусловно аудитория которая мгновенно отзывается вот так только начиная трансляцию там проходит я не знаю полторы минуты уже там 80 100 человек которые оказывается вот там хотят при пойти послушать патрибата болтать и так далее поэтому раз мы уже более-менее определились с качеством как бы из возможностями то дальше возникает вопрос по времени потому что очень много вот комментариев таких что же вы сразу заранее не сказали если я знал я бы пришел то есть понятно что есть какие-то вопросы которые хочется задать живьем поэтому встал вопрос о каких-то таких временных значит но конфигурациях тоже значит что получается мы вчера наткнулись на то что перископ был включил он был перегружен и медленно работал и в общем я три трансляции я пытался делать и никто не мог подключиться до тех пор пока у нас по местному времени не стало где-нибудь так вот пол двенадцатого вот начиная в пол двенадцатого вечера уже абсолютно идеально все шло и я подумал ну если пол двенадцатого вечера тут нормально идет то может быть так его и оставить во всяком случае мы знаем что в это время нас технически там никто не вышибет и все нормально происходит значит теперь пол двенадцатого что касается конкретного дня я я не знаю нам на принципе без разницы мы со светой такие мы совы мы встаем попозже и и ложимся тоже попозже то есть для нас пол двенадцатого там скажем 30 минут 40 минут часок поболтать совершенно не обременительно соответственно если у нас пол двенадцатого ночи это значит пол одиннадцатого утра в москве я не знаю насколько это удобно но вот на пару часов меньше в киеве там на пару часов больше где-нибудь там в сибири но в общем что что тут сказать находился народ как бы в большом количестве так что я я пока что вижу что вот это достаточно удобное время нам так точно удобно что касается там будней и или не будней выходных мы можем выходной тоже то есть нам как бы без разницы но выходной мы тоже поздно ложимся выходной поэтому я сказал бы так для тех кто активен в перископе не хотел бы там в перископе это смотреть у нас сейчас где-то 550 человек подписались перископе что довольно много я считаю значит если это дойдет там может быть даже до тысячи из этой тысячи там я не знаю половина будет ходить это уже очень большая аудитория вот так что у меня просьба к тем кто вперед перископом пользуется вы тогда скажите хотите ли вы чтобы это был какой-то конкретный день то есть мы можем видеть какой-то день можно сказать обязательный да то есть когда мы точно выходим на связь дальше там по как сказать по запарке то можно в любой момент так под настроение выйти чуть поболтать и что мы еще хотели бы сделать мы бы хотели чтобы тема была заранее как-то сформулирована или может быть даже не не столько заранее сформулирована сколько может быть в самом объявлении вот этого мероприятия с тем чтобы люди которые приходят все-таки какой-то тематики определенные придерживались потому что с одной стороны очень трудно раскидываться но но можно но просто качество падает разговоров получается как бы много-много и так практически ни о чем потому что тут тут там подергали и так далее то есть если вы там сюси муси там тити мити то это неплохо но все-таки мы как-то стараемся информационно было там и и мотивирующий там и так далее чтобы можно было поговорить вот поэтому может быть какую-то одну тему задать вот каждый раз чтобы была какая-то тема вот что касается ютуба ютубе у нас народ гораздо больше подписчиков то и я помню когда первый раз там вот мы стукнулись в братка с 1 жануром там у нас буквально почти с почти мгновенно возникло 400 человек я понимаю что это должно быть такое время когда люди могут подойти вот и тут я уже не знаю даже что сказать потому что с точки зрения канала и его перегруженности я проблем не вижу пока я никогда не никогда не видел чтобы там были какие-то проблемы вот а значит дальше вопрос насколько человеку удобно он должен уже находиться где-то конечно можно из мобильного там какой-нибудь со смартфона участвовать но там я не знаю как то мне кажется это не так удобно как если сидеть у компьютера там писать сообщение я не знаю может быть кому-то действительно совершенно нормально это делать со смартфона просто я я сам субъективно гораздо охотнее что-нибудь напишу с компьютера чем например со смартфона я замучаюсь у меня и пальцы толстые может конечно там палочкой но я не знаю в общем я и палочки с собой нет в общем такая вот история значит те кто как бы за за то что были трансляции на ю тубе посоветуйте по времени так и первое в принципиальном плане то есть допустим утро там в будний день или там утро там в субботу или там ну вот или вечер там не знаю после 9 там по такому-то времени там в пятницу вечер значит у меня у меня абсолютно нет идеи и что еще и тоже надо с тематикой если вы посоветуете какую-то тематику в комментариях я тоже буду очень признательно потому что конечно вопрос вот часто задают там как отсюда свалить например я не могу на это ответить так вот прямо то есть я могу сказать что где посмотреть или может там какие видео у нас на эту тему но но есть вопрос на который невозможно совершенно ответить поэтому или вот спрашивать кто будет президентом честное слово я даже не значок почему кого-то так волнует сильно не да вот вот всех волновало так как меня вот меня меня мало волнует хотя я вижу по текущему раскладу что они просто как бы задаром отдают это все хиллари клинтон но но посмотрим я не знаю посмотри как бы она может не не очень подходящий кандидат но лучше нет странно все да в общем эти тематика желательно было бы вот и вот тематику какую-то значит посоветовать дать это тормозил же вечер торможу уже вечером немножко устал вот наверное все я постараюсь не терроризировать нашего зрителя вот этими бродкастами перископовскими и ютубовскими потому что я понимаю что это тяжелое зрелище это там по 40 минут по часу и как бы сказать размытое такое содержание прыг-скок туда-сюда может быть там для тех кто в это время на кухне чё-нибудь там нарезает не знаю огурчики соленые мелким таким ну не будем мечтать ладно в общем чуть нарезает вот ему может и так нормально а так вообще все-таки люди время тратит но я я за то чтобы время использоваться рационально вот наверное такие у меня соображения счастливо нарезать но потому что